38,5 тысяч ипотечных кредитов на 74 миллиарда рублей взяли жители Самарской области за 2020 год, отчиталось региональное отделение Банка России. Годовой рост в количественном выражении составил 32%, а вот в деньгах возрос на 41%. Что, по словам экспертов, является неким замкнутым кругом, ведь именно льготная ипотека и нехватка предложений вызвала рост цен на недвижимость. Потому в наступившем году власти планируют нарастить обороты ввода жилья в эксплуатацию. На 2021 год план по вводу жилья на 1 миллион 700 тысяч квадратных метров. В этом году начнёт осваиваться большой проект в городе Кинель, порядка 100 тысяч квадратных метров. Что касается других городов, наверное, Тольятти, ну, Тольятти, понятно, там уже осваивается микрорайон Калины, у него там большие перспективы. Из больших площадок города Тольятти, конечно, это приближный парк. Непосредственно город Самара, площадки 4-го ГПЗ, площадка Зим. Правда, данные по росту цен на жильё в Самарской области расходятся. По подсчётам регионального Минстроя, средняя стоимость квадратного метра первички подорожала всего на 5% и составила 55 820 рублей. Банки, опираясь на сумму ипотечного займа, отметили скачок в 15 и более процентов. Потому в дополнительных льготах от государства нуждается всё большее число граждан. Самарская область также нацелена на поддержку семей, имеющих детей. Предусмотрены меры государственной поддержки в виде предоставления субсидий семьям, где родился ребёнок, это 5% возмещения стоимости кредита. А также предусмотрена поддержка семьям, которые достигли 36-летнего возраста. Чтобы компенсировать им их ожидания, потому что они долгие годы стояли в очереди, но так и не получили эту поддержку, им также предусмотрена мера поддержки. А в среднем это получается 132 тысячи в год на одну семью. Также представители Минстроя анонсировали идею о компенсации процентов по кредиту врачам. Сейчас мера поддержки на обсуждении в региональном правительстве. Продолжение следует...